МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В Воронежской области будет создано специализированное учреждение по управлению природными парками и заказниками. Председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов остался в своей должности на второй срок. В это воскресенье в России отметили День медицинского работника. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, состоявшейся в Вашингтоне. Кроме того, Блинкен ответил на вопросы журналистов о ядерной программе Ирана и подчеркнул, что правительство США решительно настроено на то, чтобы Иран никогда не обзавелся ядерным оружием. В свою очередь, Балакришнан прокомментировал отношения между США и Китаем. Он сказал, что сейчас необходима многосторонная система, основанная на правилах с институтами и процессами, пригодными для этой цели, обновляемыми по мере безопасности. И это снова требует от США и Китая достижения «модус вивенди» – условия, обеспечивающие возможность совместного существования каких-либо противостоящих сторон. Временные мирные отношения между ними. Комментарии Блинкена появились после того, как российские официальные лица подтвердили, что партия ядерного оружия была недавно перевезена в Беларусь. Президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы стране. Завеса дыма вернулась на Манхэттен, Нью-Йорк в пятницу, когда очередная волна ветра раздула канадские лесные пожары по северо-восточной части США. Департамент природных ресурсов штата США предостерег местных жителей с заболеваниями сердца или легких пожилых людей и детей от длительных или сильных нагрузок. В Канаде полыхают лесные пожары, уничтожившие 3,8 миллиона гектаров и заставившие эвакуироваться более 100 тысяч человек. Сотни пожарных из США были переброшены к северу от границы для оказания помощи в операции. Египет. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о выделении 20 миллионов евро, чтобы помочь Египту справиться с наплывом суданских беженцев, покинувших свою страну из-за войны, выступая на пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самихом Шукри в Каире в воскресенье. Европейский союз предоставит немедленную помощь в размере 20 миллионов евро, чтобы помочь вам справиться с этой новой волной суданских беженцев на вашей южной границе, сказал Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самихом Шукри. «Я знаю, что этого недостаточно, я знаю, что вы собираетесь заплатить гораздо больше, но, по крайней мере, позвольте нам внести небольшой вклад в вашу поддержку», добавил он. В свою очередь, Шукри сообщил, что два официальных лица обсудили не только возможность прекращения огня, но и пути возобновления политических переговоров по регулированию суданского кризиса. «Мы обсудили важность выхода за рамки текущего вопроса, которым является прекращение огня, к тому, как возобновить политические переговоры и как решить вопросы с реалистичной точки зрения, чтобы достичь интересов суданского народа и защитить его от иностранного вмешательства, которое может стремиться к достижению интересов, выходящих за рамки интересов суданского народа», пояснил он. Боррель также затронул вопрос миграции после того, как на прошлой неделе у берегов Греции опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно, в результате чего погибли по меньшей мере 78 человек. «Что касается миграции, то на прошлой неделе мы стали свидетелями ужасов кораблекрушения у греческого побережья. Это ясно показывает, что мы должны удвоить наши усилия по созданию устойчивой, гуманной и безопасной системы миграции. Это глобальный вопрос, который не может быть решен только одной страной и регионом», сказал он. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза заявил, что хотел бы узнать больше о визите представителей африканских стран, как в Украину, так и в Россию, сказав, что Евросоюз надеется на сотрудничество с этой инициативой для достижения справедливого мира. Судан. Граждане Судана выстроились в очередь на рынке колокла Лафа в Хартуме, чтобы получить бесплатную еду на фоне нехватки продовольствия и товаров, первой необходимости из-за продолжающегося вооруженного конфликта в стране. На кадрах видно, как волонтеры раздают бесплатную еду людям во временной столовой, установленной на улице. Суданский народ страдает от происходящего. В сотрудничестве с местным рынком скорая помощь Аль-Колокла организовала кухню номер один, чтобы обеспечить жителей необходимой поддержкой, сказал Мохаммед Хамад, волонтер скорой кухни. Аль-Самани Тахфи житель города выразил свой пессимизм в связи с негативным влиянием войны на рынок и сказал, что товары больше недоступны, а главный интерес жителей это поесть и попить. Население Судана сталкивается с нехваткой основных ресурсов, таких как продукты питания и медицинские услуги из-за продолжающегося конфликта между армией и военизированными формированиями сил быстрого реагирования, который начался 15 апреля. Саудовская Аравия. Тысячи мусульманских верующих прибыли в Мекку для участия в паломничестве хадж в преддверии празднования Ит-Аль-Адхав в воскресенье. Можно увидеть, как верующие ходят вокруг Каабы внутри мечети Масджит-Аль-Харам самого священного места в исламском мире, а также совершают молитвы. Тайсир Аль-Атаунех паломник из Палестины отметил, что чувства отчаяния и разочарования переполняют их в результате того, что несколько лет подряд они не совершали хадж, что привело к переполненности, когда люди наконец возобновили паломничество. В этом году около 6600 человек из Газы и Западного берега отправились в Мекку. В воскресенье вечером Саудовская Аравия подтвердила, что ежегодное паломничество должно начаться 26 июня, а праздник Ит-Аль-Адха наступит двумя днями позже. Это заявление было сделано после появления полумесяца, означающего начало Тхул-Хиджа 12 и последнего месяца исламского календаря. Индия. В воскресенье в городе Проиградш. На севере Индии температура поднялась более 45 градусов по Цельсию. Такая экстремальная погода держится в стране уже несколько дней подряд. По сообщениям, жаркая погода стала причиной смерти 98 человек за последние три дня. Сильнее всего пострадали штаты Бихар и Уттр-Прадеж. 44 человека погибли в Бихаре и 54 человека в Уттр-Прадеже сообщают местные СМИ. Здесь очень жарко. Мы выходим на улицу с полотенцем и платком. Температура почти 45 градусов, сказал местный житель. Люди боролись с сильной жарой, выпивая воду при любой возможности и закрывая лицо шарфами и полотенцами. А некоторые использовали возможность охладиться во время купания или холодного душа. Когда вы выходите из дома, где бы вы не набрали воды, пейте воду, закрывайте рот и используйте шарф, чтобы не было никаких проблем, чтобы избежать жары, потому что здесь очень жарко, поделился местный турист. Экстремальная жара в Индии стала причиной более 24 тысяч смертей с 1992 года, согласно исследованию, опубликованному учеными Кембриджского университета. Иран. Президент Ирана Ибрахим Раиси в воскресенье принял в Тегеране президент Узбекистана Шавката Мерзиоева. В ходе встречи Раиси Мерзиоев подписали 11 соглашений, совместные заявления и 10 меморандумов о взаимопонимании, охватывающих различные области, такие как транспорт, совместные свободные зоны, технологии и инновации, сельское хозяйство и другие темы. Этот визит стал первым за 20 лет визитом президента Узбекистана в Иран, что подчеркивает растущие двусторонние отношения между двумя странами. Президент Ирана Ибрахим Раиси посещал Самарканд в сентябре 2022 года для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Тогда Иран и Узбекистан подписали 17 меморандумов о взаимопонимании и документов о сотрудничестве. Израиль. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил свою решительную оппозицию соглашению называемому иранской ядерной сделкой и поклялся защитить Израиль от названной им террористической деятельности Ирана во время открытия еженедельного заседания Кабинета министров в Иерусалиме в воскресенье. Выражая беспокоенность Нетаньяху подчеркнул приверженность Израиля обеспечению своей безопасности в свете потенциальных угроз со стороны Ирана. Государство Израиль будет делать все необходимое чтобы защитить себя от агрессии Ирана как в ядерном вопросе так и конечно в активизации его террористических эмиссаров провозгласил он. Нетаньяху обратился к собравшимся официальным лицам подчеркнув что главная задача не допустить приобретение Ираном ядерного оружия он подчеркнул свое несогласие с первоначальным соглашением назвав его сделкой которая проложит Ирану путь к бомбе и предоставит ему сотни миллиардов долларов Премьер-министр Израиля заявил что они сохраняют свою принципиальную позицию которая по его мнению играет определенную роль в том чтобы помешать США вновь присоединиться к этому соглашению Нетаньяху подчеркнул что его страна доносит до американцев что Израиль считает достигнутое понимание недостаточно а так называемое соглашение не служит своей цели На недавнем политическом саммите Американо-израильского комитета по общественным связям министр США Блинкен вновь подтвердил приверженность Вашингтона тому что приобретение Ираном ядерного оружия недопустимо Одновременно верховный лидер Ирана Айетала Али Хаминеи предупредил что Запад будет не в состоянии предотвратить получение Ираном ядерного оружия По сообщениям США и Иран близки к заключению ряда неофициальных соглашений Эти договоренности предполагают что США предложат ослабление санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить свою ядерную программу Германия Премьер-министр Германии Олаф Шольц принял в пятницу в Берлине президента Колумбии Густаво Петро где они обсудили новую политику в области энергетики и климата а также двусторонние экономические отношения После встречи Шольц заявил что им удалось договориться о тесном сотрудничестве в области использования водорода По его словам путь Германии климатически нейтральной экономики уже в 2045 году требуют расширения производства электроэнергии за счет энергии ветра и солнечной энергии Это также предполагает неизбежность использования газа но можно использовать водород вместо природного газа Для этого Германии нужны крупные партнеры в мире и Колумбия должна стать одним из таких партнеров В свою очередь Густаво Петро сообщил что он подробно говорил со своим немецким коллегой о возможности создания механизма обмена государственных долговых бумаг на меры по борьбе с изменением климата По его словам федеральный канцлер пообещал изучить этот вопрос более глубоко Оба лидера прокомментировали политику Германии по замене угля который он ранее получал из России на колумбийский уголь Германия законодательно установила 2038 год для постепенного отказа от производства электроэнергии на угле Это самая поздняя дата и если условия будут подходящими это может произойти и раньше Зевил Шольц В последние несколько дней власти Германии обсуждали два новых закона связанных с климатом закон о защите климата и закон об отоплении Последний закон если он будет принят потребует чтобы вновь устанавливаемые системы отопления для домохозяйств страны работали на возобновляемых источниках энергии не менее чем на 65% начиная с 2024 года в то время как ископаемые системы отопления будут запрещены к 2045 году Эта мера вызывает споры в правящей правительственной коалиции Новости ближнего зарубежья Казахстан Сотрудники полиции задержали захватчика и освободили заложников в отделении Каспий-банка в Астане в воскресенье Ранее в пресс-службе МВД Казахстана сообщили о том что в здании Каспий-банка на улице до стык заперся по предварительным данным вооруженный мужчина вместе с семью заложниками на месте работали сотрудники отряда специального назначения Орлан и сотрудники полиции с мужчиной велись переговоры после штурма банка захватчик был обезврежен всех осмотрели медики никто из заложников и захватчик не пострадали сообщили в МВД в ведомстве добавили что переговоры захватчиком проводил министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахмеджанов он же руководил силовой операцией Украина в пятницу в Киеве лидеры африканских стран встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках миротворческой миссии лидеры ЮАР Египта Республики Конго Сенегала Уганды Замбии и Каморских островов были приняты президентом Украины в Мариинском дворце перед началом встречи по сообщениям СМИ лидеры обсудили посредничество с Россией для урегулирования конфликта а также поставки украинского зерна или возможности обмена пленными среди прочих тем После визита в Киев африканская делегация отправилась в Санкт-Петербург где в субботу встретилась с президентом Владимиром Путиным Новости России Участники миротворческой миссии стран Африки по урегулированию украинского кризиса прибыли на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге в субботу В составе прибывшей в Россию делегации президент ЮАР премьер-министра Египта президенты Каморских островов Сенегала и Замбии Помимо этого в Санкт-Петербург прибыли государственный министр директор кабинета президента Конго и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Африканский мирный план состоит из 10 пунктов и включает в себя скорейшее начало переговоров для достижения мира обеспечения суверенности стран и народа в соответствии с уставом ООН обеспечения движения зерновых и удобрения обеими странами поддержку жертв конфликта восстановление страны и более тесное взаимодействие с африканскими странами Россия снизит добычу нефти в 2023 году на 20 миллионов тонн по сравнению с 2022 годом об этом министр энергетики России сообщил в интервью на полях Петербургского международного экономического форума Мы сегодня видим, что все же снижение будет добычи примерно 20 миллионов тонн с прошлого года поэтому живем в таких условиях такое снижение будет и не такое будет некоторое снижение по газу это будет отличаться от тех прогнозов которые были несколько месяцев назад прогнозы социально-экономического развития Комментируя возможность глобального энергокризиса министр отметил, что теплая зима в Европе в этом году может не повториться Министр добавил, что кризисные явления могут наступать только в том случае если вести необдуманную политику 26-й Петербургский международный экономический форум открылся в северной столице в среду и продлился до субботы 17 июня По сообщению Росконгресса более чем 17 тысяч человек из 130 стран и территории подтвердили участие в мероприятиях Форум ежегодно проходит с 1997 года С 2005 года он проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации Спасатели МЧС России эвакуировали к родственникам жителей, подтопленных из-за неблагоприятных погодных условий домов во Владикавказе в воскресенье Как сообщили в МЧС России по республике Северная Осетия Алания На территории Владикавказа в воскресенье 18.00 по местному времени был введен режим чрезвычайной ситуации на фоне непогоды в виде дождей а также ливней с грозами градом и шквалистым ветром со скоростью 20-25 метров в секунду МЧС России по республике Северная Осетия Алания сообщили, что к ликвидации последствий привлечено 12 единиц техники и 46 спасателей Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек включая четверых детей в результате пожара в частном доме в деревне Саитова республики Татарстан По информации МЧС в 13.17 по московскому времени поступила информация о возгорании в 14.05 пожар был локализован а спустя 10 минут ликвидировано открытое горение Также в ведомстве сообщили что к тушению пожара были привлечены 43 человека личного состава и 17 единиц техники В Центре охраны дикой природы инстинкт В Красноярском крае травмированные и раненые животные обретают приют и проходят реабилитацию в заботливых руках волонтеров На кадрах можно увидеть обитатели инстинкта медвежат, птиц, зайчат, сов, белок, крыс и других представителей фауны Руководитель Центра «Любовь» Тамерис рассказала что история приюта начиналась со спасения норок Однако позже люди стали приносить и других зверей на содержание Сейчас организация работает как Центр реабилитации Это все травмированные животные в 90% случаев даже, наверное, в 95% случаев которые попали в беду из-за человека Они врезаются в машины в стекла врезаются Они садятся на провода оголяют себе крылья и лапы Волонтеры Центра хотят помогать животным адаптироваться к жизни на воле но для полноценного восстановления нужно больше пространства для размещения зверей По словам Любови, Центр организовал сбор на покупку нового участка земли Это 20 гектар на берегу Юнисея Там рядом есть озеро которое прям нужно для реабилитации животных Там есть строение Самое главное, там есть сарай куда бы мы уже могли перевезти медвежатки добротные с кругляка сарай 13 июня Центр охраны дикой природы «Инстинкт» сообщил в телеграм-канале что продавец участка уже разрешил волонтерам переехать на новую местность и продлил срок рассрочки Работникам приюта удалось собрать большую часть суммы на оплату земли Но чтобы оплатить участок полностью необходимо ускорить сбор средств Центр охраны дикой природы «Инстинкт» и единственный волонтерский проект такого масштаба в Сибири заявляют сотрудники Волонтеры спасают зверей и охраняют краснокнижных животных Новости нашего региона В школах страны начинается второй этап зачисления первоклашек 6 июля по 5 сентября будут принимать детей независимо от того, где они живут Если останутся свободные места первоклассника зачислят в школу в которую его хотят отдать родители В этом году примерно 13 тысяч детей пойдут в первый класс Если родители решили отдавать ребенка в школу не по прописке то здесь очень важна очередность подачи заявления Те, кто подаст заявление раньше имеют больше шансов занять свободные места Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют Все места распределяются строго по очереди без учета привилегий Школа вправе отказать ребенку в зачислении на втором этапе Об этом должен прийти письменный ответ Тогда законные представители ребенка могут обратиться в отдел образования где будущему школьнику найдут ближайшее образовательное учреждение где есть свободные места В последующем ребенок может перевестись в желаемую школу если там освободится место Например, только в 16 детском саду Левобережного района выпускается в этом году около 50 будущих первоклашек Каждый выпускник этого детского сада может выбрать 4 школы расположенные в шаговой доступности от его непосредственного места проживания В приоритете родители, конечно, решают отдать ребенка в то образовательное учреждение которое ближе всего к дому В Воронежской области будет создано специализированное учреждение по управлению природными парками и заказниками Чтобы такое ведомство появилось потребовалось решение суда Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры В суд Ленинского района был подан иск межрайонного природоохранного прокурора к правительству Воронежской области Надзорное ведомство потребовало создать специализированные учреждения по управлению природными парками, государственными природными заказниками, а также гендрологическим парком регионального значения. Как было установлено во время прокурорской проверки, в регионе существует более 200 особо охраняемых природных территорий. Но, несмотря на требования закона, управление ими и режим охраны должным образом не обеспечивались, а предусмотренное законодательством специализированное учреждение по управлению такими территориями отсутствовало. Из-за этого нарушались права граждан на благоприятную окружающую среду и возникала угроза сохранности таких природных территорий. Суд требования прокурора удовлетворил. Специализированные учреждения по управлению особо охраняемыми природными территориями займется вопросами пожарной безопасности, проконтролирует пребывание граждан в этих местах, будет бороться с незаконным складированием отходов производства и потребления, повреждением лесных насаждений и причинением ущерба животному миру. Председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов остался в своей должности на второй срок. Решение об этом приняла высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Василий Тарасов, председатель Воронежского областного суда, остался в своей должности на второй срок. Его заявление было рассмотрено на заседании высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Василию Тарасову 58 лет. Воронежский облсуд он возглавляет с 2017 года. До этого был председателем Саратовского областного суда. Напомним, Воронежский областной суд является высшим федеральным органом судебной власти в регионе. Посылки весом до 10 килограммов участникам специальной военной операции можно отправить бесплатно в любом почтовом отделении. Теперь посылку, адресованную лично военнослужащему в зоне специальной военной операции, можно отправить бесплатно. Дожидаться общего гуманитарного сбора не придется. Посылку принимают в открытом виде. Ее содержимое можно упаковать в свою коробку. Если такое не найдется, то ее можно приобрести на почте. Мы сообщаем клиентам о том, что посылку можно оформить бесплатно. Для этого отправление нужно передать оператору в открытом виде. На ярлыке указать ФИО, номер войсковой части, индекс 103-400, город Москва. Сначала все посылки для участников СВО отправляются в логистический центр почты в Москве. А затем они передаются Министерству обороны, которое самостоятельно доставит отправление адресату. Отправлять посылки военнослужащим, участвующим в СВО, стали бесплатно с 1 мая этого года. За это время только в нашем регионе уже было доставлено более 150 посылок. Убедитесь, что не пересылаете ничего запрещенного. Например, скоропортящиеся продукты питания или лекарственные препараты. Чаще всего отправляют кофе, чай, конфеты, печенье. А еще, конечно же, в каждую посылку родственники и близкие люди кладут письмо. С теплыми словами поддержки. Военнослужащие ждут с нетерпением весточек. Им пишут о том, что их ждут домой и желают скорейшей победы. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В железнодорожном районе Воронежа сегодня ночью произошел пожар жилого дома. В обстоятельствах происшествия разбирается региональное управление МЧС. Возгорание произошло по адресу Федора Тютчева, 99. Сообщение на пульт спасателей поступило ночью в 2.57. На место выехали 16 человек и 6 единиц спецтехники. В 3 часа 12 минут огонь был полностью ликвидирован. В ходе операции эвакуировали 50 человек. 25 из которых из-за сильного задымления потребовалась маска спасаемого. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стали оставленные вещи на лестничной клетке. Сейчас специалисты выясняют, каким образом они могли воспламениться. В это воскресенье в России отметили День медицинского работника. В преддверии праздника в сквере примирения и согласия состоялась профилактическая акция. Всем желающим проверили здоровье и провели мастер-классы. Анна Корязина продолжит тему. Своё здоровье, а именно рост, вес, артериальное давление, работу сердца, объёмные и скоростные показатели дыхания мог проверить любой желающий. В завершение обследования все пациенты получили консультацию терапевта. Комплексное обследование центра здоровья направлено на выявление социально значимых хронических неинфекционных заболеваний, таких как бронхиальная астма, как раз сперметрия мы это можем определить. Кардиовизор и артериальное давление мы измерим, пульсоксиметрия, это гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца можем выявить. Плюс по результатам осмотра, по результатам жалоб пациентов тоже можем предположить определённые заболевания. Если в ходе обследования были выявлены какие-либо заболевания или факторы риска их развития, врач дал рекомендации по лечению или на консультацию узких специалистов. Здесь у нас в основном пациенты старшего поколения, жители старшего поколения, поэтому достаточно много всё-таки и факторов риска, и уже развившихся заболеваний есть. Поэтому сначала у нас здесь пациенты проходят обследование, затем мы часто ещё приглашаем к себе для более глубокого обследования, для проведения анализа крови на глюкозу и холестерин, для более глубокого обследования сердца. А потом уже направляем к узким специалистам туда, куда следует пациенту. Например, на отказ от курения тоже. У нас работает кабинет отказа от курения. Мы проводим дополнительные исследования, такие как смокелайзер, и психолог работает уже в нашем центре здоровья, в кабинете отказа от курения с пациентами. Акция «Будь здоров» уже традиционная. Как правило, большинство участников – это мужчины и женщины в возрасте 50+, которые не прочь лишний раз не только проверить здоровье, но и интересно провести время. Для чего вы сегодня сюда пришли? Чтобы пообщаться, чтобы при возможности пройти врачей, хотя я уже в поликлинике всё прошла, но ещё раз услышать мнение о своём здоровье. Скажите, в чём важность таких мероприятий? Для души. А для здоровья? Ну и душа радостная и здоровье будет. Я так считаю. Вы знаете, это очень важно, потому что я веду группу скандинавской ходьбы, северной ходьбы. И я каждый раз говорю нашим девочкам, обязательно проходите медосмотр. Потому что, когда вы ходите, вы получаете нагрузку, и нужно знать, какое состояние организма. Увеличивать эту нагрузку или, наоборот, её уменьшить. Поэтому обязательно нужно проходить медицинский осмотр. Помимо медицинского обследования, для участников провели мастер-классы по скандинавской ходьбе, танцам и арт-терапию. А творческие коллективы выступили со своими концертами. Участники выступлений на своём примере в очередной раз доказали, что человек молод душой даже на пенсии. Анна Корязина, Валерий Бобкин, 41 канал. Это всё на сегодня. Ждём от вас обратные связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждём вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!